СКОРОСТНОЙ ПОВОРОТ При плавании кролем на груди или на спине является сложным координационным техническим элементом. Качественно выполненный скоростной поворот позволяет заметно увеличить скорость прохождения дистанции и получить преимущество перед соперниками. На его выполнение опытный плавец затрачивает около 6,8 секунды. Узнайте, как усовершенствовать эту технику. Примерно на расстоянии полутора метров до бортика выполняется последний перед поворотом грибок, который является частью скоростного поворота. Голова и верхняя часть туловища следуют за рукой и уходят под воду, начиная группироваться перед вращением. Небольшой удар ногами-дельфином выполняется в момент погружения головы и груди под воду, тем самым помогая задать ускорение и правильную траекторию движения. Затем происходит энергичное сгибание в тазобедренных суставах спортсмена. В этот момент максимально задействуются мышцы корпуса для максимального ускорения при вращении. Колени как бы стремятся коснуться лба. Затем ноги с ускорением погружаются под воду и двигаются в сторону бортика бассейна. Во время вращения руки пловца продолжают опираться о воду и помогают выполнению вращения, придавая корпусу устойчивость под водой. При постановке стоп на стенку ноги остаются согнутыми в коленных суставах для последующего выполнения энергичного отталкивания. Важно своевременно разгруппироваться и занять исходное положение перед отталкиванием от бортика, таким образом, чтобы кисти, плечи, таз и стопы пловца были расположены на одной горизонтальной линии и находились параллельно дну бассейна. Затем производится мощное отталкивание ногами от бортика для задания максимальной скорости движения. Скоростной поворот является частью любой эффективной тренировки по плаванию. Систематическое, правильное и качественное его выполнение позволит вам максимально эффективно использовать свое техническое превосходство на соревнованиях за счет плотной группировки, быстрого вращения, мощного и быстрого отталкивания, правильного положения тела в воде в момент скольжения для набора максимальной скорости при выходе на поверхность воды. Продолжение следует...